Всем привет дорогие друзья, с вами Алексиус и да, сегодня вступление и у нас сегодня гайд на сломленного чемпиона. Погнали! Итак, сначала начнем с характеристик. Сломленный чемпион имеет 1250 здоровья, урон в две маски, а также нанося ему удар вы не будете получать душу, а будете получать только тогда, когда собьете его с ног. Итак, с характеристиками разобрались, теперь перейдем к атакам, а точнее к их закономерности, поскольку атаки точно такие же, как и у ложного рыцаря. Суть в том, что иногда он, то что очень часто он проводит атаки по определенной закономерности, то есть после одной атаки обязательно пойдет другая. К примеру, когда он будет воспускать волны, скорее всего, следующей его атакой будет прыжок. Также, если вы слишком далеко отойдете от него, то тогда он с разбега на вас прыгнет, поэтому далеко от него лучше не отходить. Также босс очень любит внезапно прыгать, поэтому скакать по арене тоже запрещено. Но самая лучшая тактика это стоять на месте и выжидать нужного момента для атаки или хила. Ну а теперь перейдем к амулетам. Но перед амулетами хотелось бы сказать, что на этом этапе игры, конечно же, желательно было бы иметь теневую накидку, ведь она вам поможет дышаться сквозь босса, его атаки и так далее. А к теневой накидке пронзающая тень, ведь пронзающая тень удлиняет ваш рывок, и вы сможете дышаться сквозь этого довольно жирного босса и уклоняться от его атак с прыжками, если вдруг вы прыгнули в момент этой атаки, и от всего в этом духе, при этом дополнительно нанося ему урон. Теперь точно, можем переходить к амулетам. О пронзающей тени я уже рассказал, но есть и другие полезные амулеты на этом боссе. К примеру, чтобы высекать больше души во время того, как во время Станлока, можно взять Повелитель Грёз. Да, именно с помощью самого Гвоздя Грёз можно будет высекать из него душу на отхил или на магию, что вам очень даже может помочь. Также на этом боссе очень хорошо зайдут Быстрый Гвоздь и Хрупкая Сила. Хрупкая Сила, потому что этот босс в грезах, и Хрупкие Амулеты не ломаются, да и наносить больше урона хочется, а Быстрый Гвоздь, потому что бывает очень много моментов, когда можно нанести бешеный урон этому боссу, а это очень полезно. Вот мы и собрали хороший билд амулетов, а точнее Хрупкая Сила, Быстрый Гвоздь, Пронзающая Тень и Повелитель Грёз. Но тем, кто не сможет пройти этого босса с минимальным получением урона, я бы посоветовал прибавить к этим девяти ячейкам ещё один амулет на две ячейки, а точнее Облик Ун, а также заменить Хрупкую Силу или Быстрый Гвоздь на Быстрый Фокус, так вы хилиться сможете быстро и быстро передвигаться во время хила, что даст вам хилиться во время прыжков этого чертя. Ну что ж, вот мой ролик и подошёл к концу. Сейчас на экранах вы видите две сборки, которые у нас получились, называть я их не буду, ибо мне лень. Поэтому просто по картинкам определите и наденьте те амулеты, которые здесь показаны. Надеюсь, этот гайд вам хотя бы чем-то помог, ведь я очень долго над ним старался. Ну ладно, с вами был Алексиус, подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока-пока.